Христос посреди нас А причащаемся мы Ему, соединяемся и познаем Его через дела любви Ибо любовь можно познать только творя из чистого и бескорыстного сердца То есть как образоисточника, который только дает и ничего не потребляет Ничего взамен не просит и не требует И такими делами любви мы и познаем Бога, Ему уподобляемся, с Ним соединяемся Давайте помолимся и кое-что я поговорю Господь мой, Бог наш, Иисус Христос Сущий и неизменный воле Своей Бог, чтобы все мы были счастливы Спасибо Тебе за все, за всю любовь Твою и слава Тебе, единому Тебе Слава, 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 Господи, спасибо за все Благослови, пожалуйста, эту трансляцию Уста говорящего, уши всех слушающих и блаженной руки всех печатающих И да прославишься Ты, Господь мой, Бог наш В последнее время пришедшего плоти, благотворящий даже до дела Крестной жертвы на смерти, в которой была явлена Твоя любовь Ибо имя Твое и сущность нам теперь явно и открыто Спасибо Тебе, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе И да узрит всякая плоть в этих благих делах Твоем В пришествии во плоти, в благотворениях во плоти В смерти во плоти, в воскресении во плоти, в вознесении во плоти Любовь Твою и Божество Твое Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе И да будут уповать на Тебя все народы И все мы пойдем Твоим путем Который Ты нам проложил и показал пример Чтобы мы поступали так же И отвергнувшись себя, уповая на Тебя, Твоими дарами Творили дела любви вокруг себя Имя святили И чтобы все видящие наши добрые дела прославили Тебя Тебя единого, Бога и Господа моего И Бога нашего Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе Христос, любовь посреди нас, братцы и сестры Тему хочу затронуть свободы Очень важная и на самом деле Не менее весомая И не менее такая насущная, как и любовь Потому что любовь и свобода Это природа Бога, его сущность А значит и истина, и жизнь, и все Свобода Божья Опять я вас всех всегда призываю Познакомиться хотя бы там Ну где-то с семью главами бытия Хотя бы до потопа В этом вы познаете сотворение человека Заповедь Божью Замысел Бога от человека Что человек Всю жизнь в образе всего этого Допотопного человечества Вся наша жизнь там есть Это отречение от Бога Убийство брата Убийство отца Убийство сына И нелюбовь к жене Все там прям вот Если вы увидите Вам Бог глаза откроет Вы все это увидите Ну и когда-нибудь я вам все это На христолюбии будем читать Я обращу на это внимание Кто сейчас не видит А вообще помолитесь Господу И все вам будет открыто И вот когда Господь творит человека В этом символе и образе Насаждение древа Так называемого добра И так называемого познания Это конечно же акт Дарение человеку Божественной своей природы Своего образа и подобия Ибо Бог есть свободен Бог не злодей какой-то Это не древо добра Познания добра и зла Которому Господь Ты не прикасайся Ты не будешь знать Что такое хорошо И что такое плохо Древо жизни Которое посреди рая Ибо весь Вся земля Это образ тела Там идет символически Сотворение человека И описано Сотворение земли А это образ сотворения Символа человека Что земля Это ты человек Что рай Это твое сердце То есть область желаний А что человек Внутри этого Посреди этого Сердца Посреди этого рая Это ум Руководящий Этими желаниями И направляющий Всегда свои желания На добро А что такое добро И что такое зло Это есть это древо жизни Которому был доступ У ума То есть у человека Это и есть истина Есть любовь Эта истинная любовь И была насаждена В сердце человека Где его ум То есть в его желаниях А тело Это лишь Средство Исполнение своих желаний И возможность Исполнения своих желаний Сердце Образ желаний Тело Средство Исполнение этих желаний Возможность их пережить Ибо у тела есть Чувства Не чувства А как сказать Органы переживания Этих чувств У нас есть вкус Обоняние Осязание Зрение Слух Да Все вот это мы можем Наслаждаться Но желать Этых наслаждений Может сердце А управлять Этими желаниями Должен ум Вот Но внутри этого сердца Внутри этого рая Ум-то там не один Был Богом оставлен Там было древо жизни Сам Бог А он есть истина Он есть любовь Поэтому человек Каждый знает Что такое добро Оно внутри него Оно от него не сокрыто А зло Снаружи него Вот он может конечно Вырубить это древо И выкинуть И потом из злого Сердца свое Выносить Зло Да Но пока там древо жизни Человек знал Абсолютно истинно И всякий в крещениях Кто обратно принимает Это семечко Или заново принимает То уже истина Становится в нем Это любовь И он может только Взращивать себя В этом познании В этих плодах Умножать эти плоды Но сначала их надо Взрастить Вот И поэтому Насаждением этого древа Вне Нам не написано Что оно В рай Насаждено Сказано И древо Где оно не сказано Это же образ Это был акт Дарения человеку Богом Опять свои Предания человеку Своего образа и подобия То есть Свободы Свободы Вот ветхий завет Познается по его плодам А у него плоды Через какие плоды Мы познаем Бога Любовь Радость Мир Вера Соответственно Это свойство Лишь Одного Единого Бога Любовь Есть совокупность Совершенства Или Бог Есть совокупность Совершенства А уже опытно Мы их познаем Но только теория На словах А опытно Мы это через дела Познаем Мы делаем Дела любви Дела радости То есть Радуемся Улыбаемся Когда у ближнего Хорошо А не завидуем У брата Если у брата Красивая жена Это не значит Что если я сделал ему Комплимент Какая у тебя красивая жена То я ее сразу хочу Нет Есть чистые чувства Человек радуется Радости ближнего Человек родился У семьи ребенок Это не значит Что Женщина Говорящая комплимент Своей подруги Ой какой милашка Это не значит Что она его Хочется воровать Она радуется С ней Ну конечно Есть и обратные чувства Поэтому Вот Господь и говорит Возделывай себя В любви Радости В мире Храни мир Возделывайся мир Не гневайся Не раздражайся Люби всех Вот Вот что такое Свобода Она была дана Человеку Посмотрите Эти первые Семь-восемь Глав до потопа Бог не вмешивается Он лишь взывает К людям Как Адам Как Каин идет Убивать брата Бог ему не ломает Не переламывает ему ноги Не сушает ему руки Не лишает его языка Или зрения Нет Он лишь говорит Сын мой Сын мой Куда ты идешь Опомнись Разве ты идешь На доброе дело Идешь с поникшей головой Нет Ты идешь на зло Не убивай брата Причем не за что убивать В тебе зависть В тебе зависть Злость кипит Опомнись Вот Человек изгоняет Господа Из сердца своего А Господь Как в откровении В третьей главе Господь Хорошо образ дал Последней церкви Что я стою Стою и стучу При дверях С того времени Как ты меня выгнал И кто войдет Говорит С тем я буду вечерять Кто услышит мой голос Помните Господь Говорит А кто не слышит Я его не сужу А кто услышит И впустит меня То я с отцом И сыном И духом святым Как все это в образах Все это перекликается Причем это все Конечно Богослов писал Это так чудно У него конечно же Одни и те же слова Образы похожие Вот Вы помните Как Павел Даже сказал Что Господь От начала времен Позволил Попустил Всем людям Ходить по своим путям А то все Вот палка И вот именно Он показал На всех людях Что свобода Ничего не дает Такая Так скажем Попустительная Что на Израиле Показал Что то что Бог Типа в виде палки Тоже ничего хорошего Бога убили Всеми вместе Дружно Иудеи орали Расплини Язычники Руками язычников Распяли Не тот Не тот Путь не приводит Ни к чему Ни полное Попустительство Ни палка А путь Всегда Господь На самом деле Прекровенно Грыл царский Поэтому наше Последнее время Когда Господь Иисус Христос Пришел в мир Во плоти Это чудное Время Нам на осуждение У нас Теперь Нет никаких Отмазов Бог во плоти Образ и подобие Которого мы Явился и показал Нам путь Путь Совершенной Любви Единственный Пример Мы никогда Не видим У Бога Палку В руке Ни физическую Ни духовную Никто с этим Никогда Поспорить Не сможет Никогда Несмотря на все Кривопереводы Какие-то Подлоги Мелкие Общий смысл Евангелия Всегда остается Он неизменен Бог Есть Любовь Бог Есть Свобода Один раз Мы видим Когда Господь Берет Бич И выгоняет Продающих И покупающих Там Что в храме И всяких этих Менял Денег И Вот за это Уцепились Во-первых Нам нигде Не сказано Если честно Для меня Это богомерзко И богохульно Думать Что Господь Кнутом Людей Бил Кто не понимает Это полный Двор Животных Там и написано Скотина Овец Волов И что там Перечислено Я вам по бумажке Не читаю Вы все это Сами прекрасно Помните Можете это найти Мы видим Что да В синаптических Евангелиях Матфея Марка Луки Как будто Господь Это в конце Делал В последний год Возможно Перед своим Страданиями У Иоанна Богослова Это прям в начале Возможно Действительно Все три года Получается Как мы предполагаем Библисты Так считают Это явно Не видно Из Евангелия Ну допустим Действительно Господь служил Три 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 года и вот три раза ходил юрсалим как и все иудеи на поклонение разгон и действительно каждый раз делал это во первых мы видим что иру господь никакой системы не создал то есть он только показал он же не взял всех своих учеников взяли мечи копья выгнали всех встали на стражи и все и никого не пускали больше страховать господь показывал пример что надо делать то они все равно тут же сбежались знаете как правда вот по воде проведешь она через пять минут бесполезно людям что-то объяснять вот палкой господь бесполезно что мы видеться уходил каждый год тем более доказательства того сомнений нет что это через пять минут произошло что всех кого он выгнал только он из храма ушел и все обратненько сошлись и стали дальше торговать продавать менять и ну все как обычно вот такие люди только в свободе люди делать должны добро и господь к этому призывает то есть но он конечно же нам показывать образа во первых у нас он этому не учил вы запомните слова христа он сказал сотворите и научите он все-таки отец одно и он бог наш это разные вещи есть вещи которые в евангелии дел и никому не заповедовал делать он бог это разные вещи есть вещи которым он не подозрит не призывал нас соблюдать ему подобраться это разные вещи он бог он питает каждого человека греет холит и лелеет он имеет право с ним спросить человек отвергает свою пуповину своего родителей творца бог их укорял за это неверие всячески знаменем и показывал что это он творец жизни всякое счастье что человек иссушает смоковницы свиньи там погибают здесь вы подумайте кто вы есть если бы я хотел вы сейчас переломались все пополам а он любит людей он никого эти фарисеи они как смоковницы не засыхают они как свиньи бесноватые не бегут с горы хотя все эти люди бесноватые кто отрицает мы же понимаем ян богослов хорошо говорит кто не исповедует дух христа богом тот дух антихриста в себе имеет что-то они с горы по божьему повелению не бегут бросаться скалы бог любовь и всяческая душа на земле его творение создание дитё он пришел как он сказал них убить души а спасать поэтому бичом то он конечно же выгонял скотину каждый кто хоть раз в деревне видел пастуха неважно какого стада коровьего овечьего козьего это обязательно у него плеть в руках кнут там я тоже в этом не сильно разбираюсь но увидел что нет пастуха без палки да поэтому господь конечно же взял бич а как он будет скотину выгонять ее не рукой выгоняет не криком а хлещет трость какая-то нужно там ну или да вот этот бич веревка такой хлыст чтобы он и звук издает пугающий когда они там да конечно же но не людей он даже а даже голубей вон в руки дал говорит взял их отдал скал возьмите это отсюда столы перевернул он даже голубей пожалел а скотина да скотина привычно как к кнуту но если понятно не садистки калашматить а просто погонять чтобы она понимала куда ей надо идти то бог любовь и уж не людей он там хлыстал ну конечно вам найдут кривотолки что он там еще людей калашматил хотя для меня это даже мерзко такой думать глядя на все евангелие как человек любит как позволял себя бить а тут он кнутом людей бьет да его сразу там мало то чтобы вообще его предъявить а ему никогда ничего предъявить не могли он любовь абсолютно а это все конечно же обличает человека все торгашество ибо садукеи просто погрязли в этих деньгах что такое свобода это единственные философы неверующие философ такие раньше все тоже был и сейчас есть такую при придумали шутку может ли вам бог всемогущими всемогущий а может ли и придумали заковырку думали что вот может ли бог если бог всемогущий значит он может создать камень который он не может поднять а сон не может его поднять значит он не всемогущий они думали что они смеялись над верующими людьми над какой-нибудь кухаркой язычницы которая в какого-то бога верует или там над иудеями наверняка тоже самый какой неверующий философ они не смеялись а в этой глубокой их насмешки была абсолютная истина потому что этот камень который бог создал и не может поднять это человек но если быть точным это не просто человек а его свобода его свобода перед выбором добра и зла его свобода уподобиться богу или ему противоположным сатане этого его свобода стать любовью святостью и светом или ненавистью злом и тьмой это тот камень который бог никогда не может поднять создав его однажды это надо понять себе зарубить на носу поэтому бог явно ладно мы бы мы там верили неизвестно кому даже тому же самому и сею человеку бог в последнее время пришел пришел во плоти жил у нас есть книга евангелие о жизни и учения исуса христа и там все это видно никто ничего притянуть не сможет он абсолютная любовь придраться ни к чему и абсолютная свобода и никогда мы не видели ни телесной палки недуховный в его руках это очень важно понять брать сестры поняв это мы сами пойдя правильным путем любви к людям будем пулей к нему лететь будем будем скороспело созревать и взращивается для принесения плодов духа будем моментально исполняться духа святого мы правильно все это в жизни поймешь надо любить всех в свободе ни над кем никогда не брать власть ни телесно ни духовно единственный институт божий который всегда есть и бог в этом институте сам как отец это институт семьи бог накладывает на кого надо и пить ими на кого надо чем дает там это все делает бог мы друг друга именно в этих немящих когда бог попускает кому-то какие-то страдания скорби мы-то как раз должны являть любовь мы в этом и учимся бог это специально попускать ему-то от нас ничего не надо та же самая вера когда господь испытывает это не богу надо тебе надо испытаться верить тебе надо возрасти это все надо понять это очень все просто и задумайтесь над всеми этими общинами системами где в храмах вы как столбы стоите где система где вы там аж трясетесь от своего я не знаю как его назвать пастыря или кого-то дестаповца подумайте во первых во всех этих где вот эта система туда ходи сюда не ходи просто вы знаете ходит так только овцы по загону вот им как сделают по кругу и вот они ходят по сулунь или противо солнца всем животных пытается им оградки подвод подумайте что те кто вас пасет жезлом железным за кого они вас почитают вы для них скотина который они стригут десятинками пожертвованиями добровольными до тех пор пока вы их платите а если их не платите вам сразу напомнят что вы прокляты и будете прокляты ибо зажимайте свою руку пред богом хотя вы зажимаете перед богом перед его бездонным хаммерским хаммеровским баком вот и все но вам напомнит что вы обкрадываете бог наместником которого он является на земле и представителем и именно через него надо туда налоги платить это беда где над вами берут палку телесную духовную вас почитают за скотину и кстати не мне надо не надо вы знаете надо мне говорит это вот ты что-то рассказываешь я думаю что над кем когда не брали палку сразу говорит слышь я те чё скотина что ли это любому человеку логично что когда человек на другие начинает надмиваться возвышаться брать какие-то власть и претензии на то что он имеет право человек учет запрещать я говорю я не беру институт семьи до действительно прихода ребенка потом юноши возраст мужа совершенно в сознательного человека который способен сам себе то есть в полноте свободы дарованы ему богом что он способен зарабатывать обеспечивать все у него мозги сформированы конечно вот такой вот клочочек мясо грудной ребенок ну что он понимает мы о нем заботимся до потом он начинает что-то по чуть-чуть по воспринимать этот мир и по мере возрастания человеку родители должна система пряника кнута сначала вообще одного пряника ну кто будет из нормальных родителей бить годовалого ребенка двух-трех там вообще почти одна ласка ребенок плачет разве убьют родители и он начинает мать успокаивать хотя может быть он уже капризничает мы не понимаем что там даже с детьми происходит с грудничками но нормально здоровая мать не калашматить его будет а успокаивать до пота головы своей это потом когда мы уже видим ребеночек приходит сознание в пять-то в шесть лет он уже не он хнычит он капризничает ему сказали ешь она начинает там а я конфетки ты уже понимаешь что она капризничает и сам даже расплачется родители уже не реагирует ну поплачь поплачь легче станет это уже нормально идет уже идет свобода родители помогают ребенку понять что каприза то это не любовь и потихонечку счастье тех родителей которые понимают в уме что когда дети вырастают они становятся равными что они уже не родители а братья сестры уже палки над ними нет более того родители сами должны их отпустить чтобы они возросли в богоподобие а это невозможно без свободы чтобы они сами стали кузнецами своего счастья своего строителями своего дома духовного как и заповедовал господь тем более родители христиан которые все это понимают и для того их и взращивать для бога что бог им дал их их им на время чтобы они тоже ролик уже по помощником я думаю вы слушали что просто родители тоже любви учились на свои но приходит время когда надо отпустить птенцов из этого они уже свободно усовершаются уподобляются в богоподобие умножаются в познании и в принесении плодов соединение причастие с богом у взрослых людей должна быть у братьев сестер никакой палки быть не может быть не может все это пресвитерство которое было в новом завете и есть как бы я не против этого так это пресвитерство свободы это тот кто взял на себя такое бремя бремя по-другому назовешь ответственности как христос по образу христа старшего брат так этот умывает трясется у кого чего не так за своих братьев он спать не будет он кусок хлеба отдаст он никогда в жизни жить лучше не будет своих братьев христос ходил как бомж простите по-другому не скажешь грязный голодный ведь так же и было посмотрите на те времена а мы где нету свободы там нет никакой любви там нет никакого бога там нет никакой истины ток и хай друг друга кто как одет кто как пошевелился кто куда улыбнулся кто куда посмотрел завидуем все время всем ненавидим всех я его обличают да ты обличаешь что только потому что в те любви не то те злобы тех улицы злобу вымести ты нашел себе прикрытие которую в евангелии кстати вообще нету ты себе придумал сказочку о любви которая через призму ненависти ничего ненависти человеку никакой дом не строит свобода бог показывал показывал он не над ним учеником не взял власти хотя абсолютный бог и он отец одно бог нас невидимым своим промыслом он не может нарушить свободу нашу до свободу выбора между добром и злом но бог творец небо и земли мы создание а он создатель и конечно же всякими путями то есть промыслом своим всякими ситуациями в жизни он нас воспитывает конечно полагает такие ситуации где мы выбираем и когда мы долго упорствуем богу и своей природе природе любви бог в такие поставить ситуации о там взвоем там так любви захотим тогда сами научимся что в бог есть любовь это сделает бог наше дело показывать вот им чтобы человек убедился в этой любви божией вот эти плотские люди кто под под уху не может убедиться наша роль быть как христос являть людям одну любовь господь говорил иди чтобы ни с тобой не случилось чего хуже да я тебя потому что конечно я всем говорю я исповедую христа богом и в это слово вкладывая все абсолютное всемогущество конечно он может человек попустить там и болячку еще что-то чтобы человек вразумился но он как бы показал путь-то истины не егова и не отец нам господь в роли от в образе отца сказала подавиться только в одном в подаянии опять всяким всякому и доброму и злому все подавание и они осуждение обличению не воспитанию нет угол я есть путь истинной жизни вот сын человеческий а сын чайский когда у кого-то проблема попущенная богом проявляет любовь чтобы человек убедился в любви божией чтоб в тебе явился христос как он это делал и ты являешь христа ну правда это себе слова возьмешь от им ты мы всегда когда делаем доброй любви дело любви во славу христову это год христос такой это бог во славу имени его то есть сущность его ты этому человеку делаешь любовь он тебя спрашивает какой-нибудь вот он познал правда ты его был врагом а он увидел как ты ему любовь какой-то там потом через несколько лет оказал или косты его там всю жизнь через третьи руки помогал там за него платил кредит какой-то он знать не знал и всю жизнь тебя ненавидел может я там образ какой-то рассказываю вы сами найдете в жизни такие ситуации у себя дача почему ты так делал ты ему скажешь да потому что наша природа любовь бог наш любовь христос во плоти нам это всем показал и я поступаю также и ты хочешь быть счастливым поступает также все бог специально попускает этот человек не наказывает а воспитывать цель воспитания бог отец он не садист и не дестапо и каждого человека в мир привел он бы удушил бы его еще в очреве матери знак бог промыслитель абсолютно он владыка неба земли он знает все кем будет каждый человек разница между воспитанием и наказанием огромное воспитание даже так скажем через наказание это улучшение человека родители детей воспитывают и наказывает с целью чтобы он стал лучше они с целью чтобы создать гиену и посадить навеки туда всех непослушных своих детей да ни один нормальный детей родитель никогда не отречет от своего ребенка даже самого сатаниста и будет все делать чтобы он исправился все но это отец а мы друг другу не отцы он сказал не называйтесь не от сами не учителями не наставники я один я бог будет каждому посылать воспитывать наше дело являть любовь бог будет посылать ситуации когда у одного человека будет все плохо наше дело не насмехаться в этот раз не говорить вот я бог наказал все по иудейски а вот эти праведники которые вы думаете почему христа то распяли именно поэтому потому что на древе висит только проклятый а все благословенные вот они в хороших одеждах все у них хорошо они благословены богом они на почетных культовых местах у них куча денег вот это благословида нет бог сказал что он будет посылать воспитывая людей но наше дело как в образе сына человеческого проявлять любовь даже недостойным и неблагодарным и злым и тем являть божью любовь тому человек который не видит видим эту божью любовь когда ему бог все подает потребное для жизни веселье и благочестия и для таких плотских тупиц как я вот мне нужно было жертву христов мне нужно было чужой чужая любовь которой меня разные люди встречались я познавал любовь божия хотя любовь то божия всегда со мной и от начала от чрева матери каждого человека каждый в своей жизни посмотрим свою жизнь понял что бог есть любовь но вот пока мы еще некоторые от не можем оплоте отлипнуть нам требуется вот эти средства люди какие-то события конечно что познает в эту меру совершенную возраст христов все другим делает то же самое так мы потихонечку заквашиваем этот мир и храним его это есть удерживающий удерживающий который не отнимается это дух святой дух любви когда его не будет соответственно умножится беззаконии тогда придет всему конец удерживающий в мире это дух любви который еще есть в людях когда он угасится добить как и угощается во всю историю тогда начинается посмотрите чудные времена в истории каком социализма что делает с людьми тоже мне строили великое счастье на костях предков до в любви на грамм не было никому одна мишура которая долго ли продержалась это под мишурой а на кухне все то же самое и в спальнях было и в подвалах так это ширма поэтому все эти ширмы ярую вот просто по человеку посмотрите кто над вами берет палку это не христос это антихрист который вас считает за скотину который стригет над которой издевается над которой властвует и господствует ублажая свои похоти он вам будет рассказать это ради вашего блага я вот тебе сейчас обличу запрещу накажу да тебе это полезно 2 антихрист который своей похоть удовлетворяет свою злобу свой гнев внутри любви нет в этом человеке человек богоподобный он ценит божий дар и этому человеку какой есть у него это свобода и он может человек только показывать пример и обличать светом собственных дел любви все нет другого способа ну хватит 30 минут на этом я не хочу растянуть я вам дай пищу алчущему или как-то дай мудрость разумному помните притч и довольны с ним я надеюсь кто-то меня услышит любите любите в свободе во христе и не нарушайте чужую свободу это божий замысел от человеке это будет тот обман когда господь сказал отойдут туда думаешь что что-то имеют и говорит но они отнимется горит и то что они думают иметь лишь мы только себе фантазируем а многие в культе в каких-нибудь в системах даже и мне дают раскрыться они только хорошенькие из-под палки а внутри там чернота и она откроется человек разденется никакого суда божьего внешнего не будет она будет судить не за дела хотя и за дела тоже но из-за помышления сердца если человек все равно был исполнен зависти сребролюбия корысти все это явится на человеке его будет он будет достоин того чем и кто он есть поэтому лучше уж пусть он здесь во все тяжкие окунется но он познает себя и покаяться мы пока в дерьмо по уши мы все по себе кто до покаяния знает пока вот по уши не окунулись очень многие да а когда он хлебанут чего-нибудь может даже убил кого-то вот не убил никого а так на такой бы грани бы шел всю жизнь бы и так бы и шел в ад а вот он убил кого-то кто верит в бессмертную жизнь и чем все время убил на убил человека ушел туда дальше бытие есть ну и что он в рай пошел че убил ну убил но этот человек то потом всю жизнь мучается да потому что это для него уже слишком было одно дело он там был негодяем разбойником грабил людей но убить он был неспособен но вот так там разошлись какой-нибудь был нападение и получился грабеж с убийством как называются там и все но потом покаялся человек дошло что он мерзость и потом он из убийцы превратился вообще его святого а так бы он и был бы полу таким бандитом бы полу таким сатаной то он познал что он сатана и покаялся и стал святым вот путь жизни и это промысел божий о каждом человеке не надо никого судить ну понятно мы не убийство проповедуем и не насилие вы понимаете что я об образе говорю но если мы верующие верующие в бессмертную жизнь бога любовь что о каждом в человеке лучший промысел ой убил но убил и убил живи дальше спокойно рано или поздно все равно господь у кого всех приберет болезнью другими руками нам не это заповедано судить а дела благие творить бога убили а он горит покайтесь и примите дар святого духа апостола проповедовать этим же этой же толпе которая вчера орала распани его а господь посылает апостолов книг и посмотрите первую вторую проповедь петра сердце кровью обливается братья знаю что вы сделали по неведению да как по неведению в здравом уме орут и распинают а петр говорит покайтесь и что и пятимью примите 20 лет тюрьмы ссылки на севере нет и примите дар святого духа бог есть любовь любовь абсолютная и вечная но все на этом попрощаюсь помолимся господи господи спасибо тебе что ты просто есть ты бытие и как благодарить тебя непонятно ты есть это и просто любовь ну спасибо тебе за то что ты есть и всех нас из любви своей привел в бытие ибо тобой все и живет и движется и существует слава тебе боже мой наш слава тебе господи любовь твоя и причина всякого благого дела на земле а соответственно благой делом всякой на земле это дело любви и цель его блага счастье ближнего слава тебе можно слава тебе спасибо тебе за все за откровение это за все за то что ты просто есть слава тебе можно слать спасибо за всех братьев все стеру господи спасибо тебе все твое благословения всегда на всех любящих тебя алчущих и жаждущих чистых сердцах. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Ну все, братья и сестры, все мои адреса канальчиков наверху, контакты внизу, а полезные ссылочки справа. Всех нежно целую и крепко обнимаю. Пока-пока, до встречи в следующем ролике.